Эта летняя веранда открылась благодаря изменениям в правилах организации мест сезонной торговли в Казани. Хозяин кафе выиграл право трехлетней аренды участка под строительство павильона сроком на три года. Один из примеров таких более масштабных кафе – это то место, на котором мы сейчас присутствуем. Предприниматель выиграл аукцион, получил право размещаться на три года, четко понимает свои горизонты планирования, стабилен, уверен в завтрашнем дне. Эти примеры не единичные, мы их будем дальше транслировать по городу. Всего с помощью аукциона в этом году реализовано 17 мест под кафе, 33 места под бахчевые развалы, 23 под установку киосков по продаже мороженого, прохладительных напитков и сладостей. Кроме того, предприниматели приобретали места под торговлю саженцами, молоком и рыбой, под сдачу в прокат спортинвентаря и услуги фотографии. В последние годы отношение горожан к городскому имуществу изменилось в лучшую сторону. Это я могу сказать ответственно. То есть, если раньше мы наблюдали, что даже с цветников, из вазонов, из клумб, вырывали цветы, вытаскивали, кидали мусор мимо урн. Может быть, урн было недостаточно, сейчас их стало гораздо больше. То сейчас это уже не наблюдается. Обсудили на деловом понедельнике и итоги двухмесячника по санитарной очистке Казани. За это время из города вывезли более 260 тысяч кубометров мусора и отходов, посадили 2000 деревьев и расчистили от мусора береговую зону Казанки и дно озера Кабан. Из года в год на рекане у нас возникают строительные объекты, где застройщиком является компания «Свей», «Макстрой». Вот такие предприятия, которые очень серьезно нас беспокоят. Сотрудники управления административно-технической экспертизы озвучили самых злостных нарушителей правил благоустройства. В первую очередь это строительные компании, которые допускают вынос грязи за пределы строительной площадки. По-прежнему одним из самых частых нарушений является парковка на зеленых зонах. С начала весны составлено более тысячи протоколов на сумму 2,5 миллиона рублей. Сергей Шерстнев, Владимир Ладушкин, Телеканал Эфир.